После учёбы нежданно-негаданно родители решили сходить в контакт-бар, купить себе по напитку и перекусить. Папа себе заказал закуску к пиву, а мама заказала себе тамьян. Остренький, говорит, вкусный. Я особо была не голодная, да и напитки такие не пью, поэтому удовольствовалась водой. Поэтому я просто посидела за компанией в хорошей обстановке. Сейчас мини-праздник перед праздником, так как папа купил подарок маме на день рождения. Он мне очень понравился, так как этот подарок и для меня 1 плюс 1. Скоро узнаете, какой сюрприз папа приготовил маме на день рождения. Я тоже сделала себе вот такой вот и подумала, что серенький будет самое то, серо-серебряный, под мустиль. Катилось колесо, накатилось. В общем, едет на развороте колесо, отваливается мушка. Пахнет сырость. Угу. Трустуешь? Да. Смотри, как красиво. Может, тебе такой взять? Коля на проверку, потому что были... Нет, никуда. Интересное место. Я здесь четырёх комнатных городов. И теперь сижу. Я просто подбиваю сок в этой красоте. Я с этой тренировки очень устала. Завалилась спать. Спать там, потому что я так сильно устала, что просто... Ну, у меня душа, сейчас приведу себя в порядок. Тут-то было. Хорошо, что я не пошла мыться, потому что мне, значит, звонит почта России, говорит, у вас посылка. Я говорю, какая посылка? Я же... Ну, ничего, и удомления не приходили. Говорят, уже просроченная посылка, поэтому приходите сегодня, или посылки у вас больше не будет. Говорю, спасибо, что звонили, что сказали. Еду я в почту России на самокате своем. Еду, 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 еду. И говорят, а нет, никакой посылки. Я говорю, как нет, у меня только что звонили. Скажите телефон, слово сейчас проверим по базе, что там, звонили или не звонили. Женщина снова идёт, смотрит и говорит, ой, ваша посылка просто завалилась. Я говорю, ладно, всё, хорошо. Выдали мне посылку. И мне теперь очень интересно, что уже там пришло. Ну, мне предположительно будет предполагаю, особенно по тяжести, что это мой ножик, который я хотела взять с собой в Сочи. Ну, по экспрессу, вообще-то, вообще-то, сказано, что он задерживается, что не придёт. Кстати, ветер у нас 15 метров в секунду, и у меня, считайте, электрический самокат. Я просто еду. Я серьёзно, меня ветер тянет вперёд. Бывает же такое. Ну, вот эта посылка, достаточно тяжёлая. И переодевшись в тренировки, не отдохнувшись. Вообще, вся вяленая-разделенная, всё-таки получила свою посылку. Посмотрим, права ли я. Может, вообще, непонятно что. Бомба какая, яич. Что-то очень маленькое. Какой миниатюрный! Серебренький. Для нарезки фруктов своих. Ну, или овощей. Я часто езжу по поездам. А то мне приходилось всё время с ножом вот таким вот ездить. А то бац! Сложил. Закрепил. И в руке спрятал. Ой, я так рада, что он всё-таки пришёл. А то я-то думала, уже всё. Не придёт ко мне мой ножичек. Уже расстроилась, что придётся новый заказывать. А новый через два месяца опять будет. Я думала, я уже где-то в Питере бы купила. И не парилась. Но просто хотелось именно вот такой вот, серебряненький. Прям такой симпатяга. И очень маленький. Видно было по коробочке. У вас моя ладонь? И вот он с палец мой. Вот. Такая вот пусичка. Ну, я рада. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А мы с Милкой уже пойдём спать после такого насыщенного дня.